С каждой съемкой с рыбалки за кадром остается так много смешного материала, что мы уже устали смеяться в одиночку. Видео, которое никогда не войдут в другие рубрики, неудачные дубли, которые заставят вас кататься от смеха по полу. Сегодня будет секретный узел. Он передался по наследству. Прапрапрадеда даже пытали пленные немцы. Пленные немцы. Пытали пленные немцы. Но он не сказал. Это родословный узел Канюшевских. Таким узлом, говорят, Наполеон перед битвой завязывал шнурки. Детали конструкции мы будем показывать на двух катушках. Размер 5500. Только что поступило со склада. А 14000 более года была в использовании одного известного спортсмена. Крилевый пилец. Поп-ап, кокос и чеснок. Это Женя Канюшевский. Зато чуйка... Ох, это надо. Слово зато чуйка. Это одно слово. Зато чуйка. Зато чуйка. Тозаки... Посмотри на свою зато чуйку. Зато чуйка у спиннинга такая, что даже... Блин. Зато чуйка. Зачем ты это сказал? Зато чуйка у спиннинга такая... Чего ты? Чего, да? Я подумал, что это оружие из Звездных Войн. Какой-то. Зато чуйка у спиннинга такая, что даже случайно влетевший план Камарк вызыва... Камарк. Нет, не могу. Дайте мне базарить. Хороших уловов, много дичи. Много дичи это сейчас. Ты тебе это сказал, да? Короче, Маня, ты должен сказать, славься, гид дорогой. Точку взял, все дела. Выпьем же за здоровье. Вырубайте якорь. На якорном сразу. Так, что нажимать? Есть шнур? Фух, есть, по-моему. Если он не обрезан? Отрезанный. Отрезанный? Все, нету палки. Да? Да. Я не знаю, как так вообще получилось, потому что, видимо, чей-то шнур лежал в воде. О, заброшенный был? Да. Ну, поздравляю. Ты остался без палки. Хочу поделиться с вами одной получительной историей. Раз, два, три. Раз, два, три. На заре своей рыболовной практики я купил довольно недорогую катушку. Раз, два, три. Намотал тонкий шнур на катушку, поехал на рыбалку. Раз, два, три. Раз, два, три. Две петли, и мой шнур просто превратился в какой-то клубок. Раз, два, три. В тот момент я потерял две своих стипендии в институте. Раз, два, три. Раз, два, три. Чтобы с вами такого не произошло, смотрите наши видео, в которых... Раз, два, три. И чтобы не пропустить все это, не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, писать свои комментарии с вопросами. Увидимся в следующих выпусках. Раз, два, три. Теперь, собственно, и важно немножко другое. Важно то, что после того, как вы и произошла замена теплого... Запетлял. Вот обычный мой... Нет, я сейчас скажу. Да, затянутый. Решил облегчиться. Во-первых, потому что может не так активно клюет на свимбейты, как хотелось бы. А во-вторых, потому что здесь, ну, именно на этих точках я ловил на лайт, поэтому это скорее даже больше психологически. Ну, как лайт, то есть у меня сейчас 9-дюймовый фрик стоит и там сколько, 7 грамм. Это лайт. Касательно приманок для такого типажа удилищ. Я до сих пор не понимаю, почему многие считают, что удилища с клейкой подходит только для микроджига. Почему? Ну, почему? Тяни. Ой-ой-ой-ой, друзья! Вторая мормышка, я не знаю, что это такое. Ну, там люди, там их много за этой дырочкой сидят. Я их всех вижу. Если вы еще не смотрели обзор нового Bluebird'а, настоятельно рекомендую вам его посмотреть, потому что работает перфоратор, и пока он работает, вы можете посмотреть обзор нового Bluebird'а. «Стыд!» 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 «Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа будут наказаны. А в толстых диаметрах флюор способен не только противостоять камням и прочему абразиву, но и выдерживает щучьи поклевки. Хотя, конечно же, откусы иногда случаются. Если же человек выбирается, к примеру, на какую-то уже прогулку в лес, на полдня хотя бы, то стартовать можно от полулитра и заканчивать где-то объемом 0,8. Если же речь идет о... Исполнить свои нормы и потребление. На прогулку стартовать с полулитра. Нормально. Как про это напугаться в течение дня? Как про прогулки. Вы меня можете спросить, какой же, собственно, из зажруши мне выбрать? Вот этот, или вот этот, или вот этот, хотя он, собственно, может быть и не ваш. Нет. Ну, имеется в виду, что он детский, типа, в плане, типа, не так или не так. Еще и у ребенка отобрать. Да, у своего же. Вот. Понял, решил пульт колебраны. Сошел. Для обзора с попером пойдет. Несколько слов о наиболее любимых узлах для вязания собак. Классно, несколько слов о тех узлах, которые я применяю с флюрокарбоном Select Master FC. В общем, это можно продолжать до бесконечности. Вот. Главную цель первого льда сезона 2021-2022 мы выполнили, побегали по, собственно, твердой поверхности. Наловился, так сказать, в удовольствие. Ну, и третье место. Это шелковица. У нас она называется Эмбери. И имеет прекрасный, яркий, насыщенный запах от легендарного английского бренда Род Хатчинсон. Ведь скатана она на амортизатор... Ведь скатана она на амор... На амортизаторах. На амортизаторах. Со старых жигулей. О, там такая приличная... Снимай, снимай. А ты на телефон можешь снять. Ну, там достойная рыба сидит. Я думаю, там треха ни хер делать. Если вы еще не смотрели обзор нового Блюберда, то послушайте перфорат. Если вы не... Выдохнул. Но это реально самое важное и самое сложное. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. До новых встреч. Всем пока. На нашем сайте. Он на нашем сайте. Он на тараторе. Он не разделил вообще... Не, давай... Я вообще... Уверен, что многие из вас переживали вот эти вот... Эмоции, когда вы чувствуете, что подо льдом классный трофей. Вот эти вот переживания о том, что он может сойти. Вы даже можете его не увидеть. Не понять, что это за рыба. И вот этот вот азарт борьбы. Где-то рыбка начинает уходить. Попускаете лесочку. Немного забираете. Она опять делает какие-то рывки. Опять попускаете, стравливаете. И вот когда достаете... И вот на льду уже лежит этот трофей, который подарило массу эмоций. В общем, это просто незабываемо. Я не знаю, это будет просто руки. Это было действительно круто. Каждый месяц мы будем отбирать самое ценное и делиться с вами. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить.